всем привет ребята сегодня у меня ужин поздний ужин время уже 11 часов я только сажусь кушать как-то так что у меня на ужин это салат фунчоза на этот раз только единственно что я его приготовила с крабовыми палочками и с креветками ну все то же самое перец морковь огурец ну и все остальные там ингредиенты здесь меня на тарелочке кальмар копченый нарезала вот такими маленькими штучками брусочками полосочками крабовые палочки капуста в кляре помидорки маленькие и огурчики не знаю будем кушать не будем всем приятного аппетита кто будет со мной кушать или хорошего настроения я хочу кушать я еще не ела время одиннадцать я кушаю первый раз сегодня в комнате сижу кушаю палочками креветочка когда ходила покупал эти креветки кстати там лежали креветки в магазине называется одни королевские авторы к пиву первый раз таки креветки видел по размеру главное одинаковые чем они отличаются неизвестно ну и соответственно у них цена разная к пиву подешевле королевские подороже на 200 рублей вы естественно зала подешевле эти когда домой пришла их разморозила я поняла почему они к пиву почему не подешевле креветки вот эти которые я взяла килограмм стоит 750 рублей я взяла немножечко вот на этот салат это я сделала пол порции ребят такого тарелка огромная пол порции но я холодильник уберу она холодная еще вкуснее чем горячее поэтому я еду за ваней завтра рано стою еду за вами им и мы приедем завтра с вами маня наезд по-любому он любит этот салат и вид у креветок несоответствующим чистила и ревела почему за такие бешеные деньги по продают вот такую вот фигню так цена дико размораживаешь там ничего не остается приходишь домой в надежде на то что ты сейчас покушал вкусненькие креветки а в итоге одна каша одна каша половину выкинуть можно очень расстроилась пока чистил подороже вот я уверена точно такого же качества что-то за 700 купю что-то за 900 купишь все завтра ваня уже будет дома маша приедет чуть-чуть попозже завтра поеду в поселок у нас планы надо сходить на кладбище у нас было у бабушки день смерти ангельская память ну и буквально совсем недавно тети крестной не стала поэтому не получилось у меня побывать на похоронах я была на работе в 9 дней мы завтра пойдем туда сходим съездим погода у нас ухудшилась ребят холодно не сказать что совсем дуба но до 16 градусов упала температура дождик пока пропаг пока бывает покрапывает ну вроде как внутри дня обещали потом опять двадцатку будет маша должна завтра с нами сходить так что маша домой приедет попозже мы завтра с вами сразу же обратно а маша приедет по моему 30 числа что сегодня 28 до 27 сегодня 27 то я 27 до ой ребята вы все пишите что я молодею наверное влюбилась да не никого в кого влюбиться когда я на работу только хожу домой на работу дом на работе что ли там написали в комментарии дайте дань шанс этому парню молодому ну куда там не ребенок дети годится он во первых очень сильно молодой очень сильно во вторых он очень маленького ростиков очень маленького поэтому не этот вариант точно отпадает узнали так приятно вот идешь по улице мужчины открывают тебе двери почему у нас мужчины перестали это делать все мужчины перестали открывать двери женщинам так приятно так мило я вот захожу в магазин а мне мужчина открывает ждет когда я пройду блин так приятно да вот вообще последнее время вот я стала замечать особенно очень много вот встречаются мне на по пути там то вот я иду на вокзале поэтому как он называется то господи по переходу то этому тоже двери там открывает мужчин то в магазин откроют мужчины то пропустят вперед там знаете вот редко это очень редко такие вот стали делать жесты мужчины а почему почему женщинам же так приятно не знам не было по крайней мере очень приятно так что мужчины открывать и женщинам двери носите у девушек сумочки сумки с продуктами это даже приятно и забота креветок я положила нормально на такую порцию ну то что нам найти вот вот мы заказываем 3 креветки на порцию перчик у меня тут красный и зеленый одна морковка и пол пачки крабовых палочек еще ситуация была пошла на прогулку до налоговой сходила на втором канале показывал рассказывала но про это не рассказывала ситуацию иду и по дороге мне встречается ну там трое-четверо молодых людей сидели возле дома во дворе а я иду с подружкой разговариваю по телефону и один молодой человек мне такой кричит девушка вы не дадите телефон позвонить а я показываю что я разговариваю жаль а то я хотел ваш с вашего телефона на свой позвонить чтобы у меня был ваш номер телефона я говорю уж извините я разговариваю занята а подружка то на авто ну на линии до которой у меня висит она все это слышит ржет играет а гританька надо было отключаться знакомиться ты чё теряешься то я говорю да нет если говорю моё догонит но не догнал значит не моё так прикольнулись столько внимания столько внимания началось а я даже не знаю куда отдевать то столько вниманием к своей личности честное слово что случилось еще давайте вопросик я прочитаю кристина огромнейший тебе привет хотела бы узнать ваня не боится оставаться один когда вы уходите работать в ночь мой ребенок такого же возраста как ваня но боится темно ты не может один засыпать ванька боится папа по крайней мере насколько я знаю он боится я когда прихожу с работы он бывает еще дрыхнет и свет горит чуть ли не во всех комнатах помимо света у нас все телевизор работал поэтому но как же у него в помощь телефон планшет телевизор и все остальное ну вроде справляется по крайней мере вот он мне не жаловался что он боится раньше да он как говорил об этом ну потому что еще и машка его вечно стрессовала вечно подкидывала ему каких-нибудь жутких историй там ситуации кто пугает она узнать и постоянно частенечко вообще я все время ругалась что зачем ты так делаешь что он будет бояться сама тоже когда она маленькая была очень часто боялась а хотя я никто не пугал нам тоже бабаяк боялась а вечно а сейчас сама ваньку тоже стрессует ой да чё будет да чё будет а все сейчас вот когда ванька один-то пожил у меня без машки видимо подуспокоился и нормально не жаловался у меня то что он боится один да и я ему объясняю а гулять его на 33 оборота закрывая окна закрываю все сидишь все нормально самое главное плиту не включай чтобы разогреть микроволновка есть все все приготовлено на всякий случай бпшка лежит печенье есть все есть все приготовлено все нормально чего бояться спички не зажигай пальцы в розетку несу и все будет хорошо так что ребята по поводу последнего видео я сказала про помощь и написали в комментарии что жалуются что мало да кто сказал что я жаловалась я не жаловалась я просто сказала что сейчас цены такие что не хватит даже десяти тысяч на все вот эти вот школьные приблуды надо больше гораздо денег а и тем более я еще сказала что я оставила со своей еще зарплаты потому что знаю что десятки будет мало нет ну надо же что-нибудь добавить свои пять копеек непонятно куда зачем вообще что-нибудь да надо написать но в негативной форме короче ладно пишите что хотите вот я приготовила с креветками готовилась курочка может быть я расстроена из-за того что креветки плохие ну смысле не того качества которого мне хотелось бы да но мне больше нравится с курицей фунчозы так вот разобраться хотя я его готовила с соевым соусом может быть если я готовила с устричным вкус был бы другой ничего не плохо корветок прилично получилось их конечно не видно я еще нашла в магазине осьминоги мидии в ракушках то маленькие то вот эти вот как их называют беленький то вылетел из головы в общем напишите в комментарии забыла и нашла осьминоги да и этим устрицы как устрицы только не устрица похоже на них вот и все это в одном магазине продает я думаю были надо будет как-нибудь сделать просили живым морской этот с морепродуктами единственно видите как страшно купишь а там фигня какая-нибудь атомнать какие-то цены то пипец просто еще и лангустины лежали ну цены там феноменально креветка эти как а большая очень мало хороших креветок если вы любите креветки дайте знать что за с чем-то мне кажется креветки это вообще бомба еще кальмар думал капусту еще поем очень цитное блюдо вроде овощи лапша такая легкая а я уже наелась так же ребятки завтра уживание будет дома и скоро приедет маша решила просто сегодня повыше поснимать попробовать как вам будет удобно неудобно видно но видите вот мне вот например неудобно кушать мне кажется если бы здесь была целая гора креветок я бы могла их есть без остановки просто одних креветок но хороших свежих конечно же они которых у нас продают я же еще перед тем как сесть кушать молоко кружку выпила поэтому у меня и желудок перенаполнен я тут и так захотела молока холодного прям вообще обожаю холодное молоко вот прям чтоб оно было холодно и холодненько ммм ой все это делается ребят По поводу завтрашнего дня Не знаю, будет видео или не будет Будем надеяться, что оно будет Я очень сильно хочу шаурму В общем, доживем до завтра И посмотрим Может, Ваня один мукбанг будет снимать Вы же любите, когда Ваня один снимает Так что ставьте лайки, пишите в комментарии Согласны, не согласны И увидимся с вами на следующем мукбанге Всем спасибо, что заходите, ставите лайки Пишите комментарии И всем пока-пока